Всем привет! Короче говоря, хочу и вам рассказать немножечко о Латвине. Вот, хотел снять видео на улице, но такая погода, сорвался снят ветер. Короче, видео не получается. Буду сейчас немножечко рассказывать. Вообще, вообще мне нравится, мне очень нравится получая Латвина. Люди такие привитливые, такие вообще спокойные, светлые, я бы сказал. Но знаете как, у меня уже сложилось такое впечатление по въезду. Вот как едешь через границу, ну куда-нибудь, так все и пойдет. Вот знаете, я когда проходил Латвийскую границу, то там стоят кофемашины и полтора евро, значит, стоит напиток. Я вкинул полтора евро, пока была очередь. Потому что была достаточно такая большая очередь. Я знал, что я даже кипяток успею попить. И мне налило, короче говоря, такую классную пенку с молоком. Очень вкусное молоко. Пенка вообще супер. Не каждый бариста сделает такую. Только одна проблема. Оно не налило мне туда кофе. То есть получилось молоко с пеной вместо капучина полноценного. То есть это как бы показатель, что все очень хорошо и замечательно, но кофе нет. Так и получилось. Так и получилось у меня, что вроде как все красиво и замечательно, только кофе нет. Но сейчас я вернусь. Значит, таможня вообще очень, очень добро относятся к людям. Вот. Кто на заработки едет, вообще никаких претензий. Никаких расспросов там запредельных. Так. Да, да, не, не. Как бы нам не очень-то интересно. Вот. Вот такого плана. То есть пограничники очень приветливые. То есть это в сравнении с Эстонией, когда там реально, короче, как в фильмах фашисты, там пытают партизан. Вот такого тут было у меня в Таллине. А здесь так спокойно. Причем два раза я пересекаю этот пропускной пункт. Там разные смены. Все спокойные, нормально улыбаются. Никаких вообще заморочений. Даже собак не было в этот раз. То есть первый раз я когда пересекал, собаки ходили. Сейчас даже собак не было. Вот. Смотрите, если кого интересует виза рабочая, да, в Эстонию, значит, в Эстонию, в Латвию делают только, только в Киеве, короче, делают визы. Вот. Но есть такая компания, называется Pony Express. Я так понимаю, что они занимаются как курьерская доставка интернет-товаров. Я так это себе понял. И параллельно они еще занимаются, делают визы. Ну то есть они подготавливают пакет документов и как бы занимаются, берут они за это 800 гривен. По крайней мере, из Харькова. 800 гривен они берут. И полностью, значит, по-моему, 800. Я вот точно не помню, как-то это так, у меня галупом все получилось с Латвией. По-моему, 800, сама доставка туда-сюда, плюс 60 евро они берут за саму визу, вот, визовый сбор. И, по-моему, 100 гривен у меня девочка взяла заполнение анкеты. Вообще, без проблем, очень быстро мне сделали, там, я буквально ждал, что две недели. Мне сразу сообщили, предварительно сообщили, когда это будет. Потом, значит, перезвонили, когда уже документы были в пути. Вот. Уже, как говорится, то есть очень четенько они сделали, короче, деньги свои отработали. Вот. Кто не понял, пони экспресс. Вот. Что еще я могу рассказать? Зарабетчанам относятся хорошо, украинцам относятся хорошо. В принципе, как бы вообще агрессии я даже нигде здесь не встречал. Но Латвия, это как бы считается как бы самая самая бедная страна из прибалтийских. Вот. Но, тем не менее, минимальная зарплата 400 евро, это на украинский день 10 тысяч гривен. То есть, я вам скажу честно, что по украинским меркам это даже нормально. По европейским, конечно, это совсем никак, а по украинским это очень хорошо. То есть, получается, у них тут зарплата от 10 до 30 тысяч. При том, что продукты, техника, одежда, даже самая цена даже может быть ниже, чем в Украине. Девочка, короче говоря, я уже полазил как бы, почитал по сайтам вообще про эту страну. Девочка, короче говоря, переживает, что у меня зарплата 700 евро. Как она будет жить одна на эти 700 евро? Вот. То есть, люди посмотрели, что такое жить хорошо и опускаться ниже просто не хотят. То есть в Украине 700 евро это еще пойди поищи, тем более для женщин. Вот. Ну, вообще, конечно, опять же, сеть магазинов такая же, как во всей Прибалтике. Максима. Максима. То есть, предприятий мало. Все, все, как во всей Прибалтике уезжают, короче говоря, дальше зарабатывать. То есть, тут я так посмотрел, 10 процентов от 80 процентов безработицы. Как бы, наверное, это много. Но это же официально. В принципе, ну, все катаются по заработкам. Как говорят, поехали в Германию. Ну, сколько они? Три месяца, по-моему, можно работать в другой стране. Поехали, три месяца поработали, привезли сюда денег. Считаются безработными. Ну, каждый выживает как хочет. Вот. Так что, в принципе, у нас по миру, как бы, уже создано, чтобы мы катались, была трудовая эмиграция. То есть, ты никак не денешься. Немцы ездят в Америку. Вот. Все остальные. Германию, Норвегию. Ну, как бы и все. Кому понравилось, лайкайте. Задавайте вопросы. Буду снимать видео. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok